Здравствуйте, уважаемые подписчики и случайные гости моей странички. Сегодня я хочу вам показать мастер-класс настольной лампы. У меня уже есть там один мастер-класс, где я делаю просто абажурчик обновляем. А здесь я сейчас покажу, как сделать настольную лампу из бутылочки. Для этого нам понадобится втулочка, можно взять втулку от туалетной бумаги, потом вот такой шнур с переключателем, продается отдельно. Если нет в комплекте, можно взять отдельно. Отдельно вилка, отдельно можно шнур и отдельно переключатель. Это все собирается очень просто. Затем, значит, патрон с юбочкой, с проводами. Юбочки должны быть две, потому что на одну юбочку мы поставим наш плафон, вторую юбочкой мы плафончик закрепим. Бутылка пустая. Ну, хотелось бы, чтобы бутылка была посимпатичнее и потяжелее, для того, чтобы хорошо стояла. Если не найдете бутылочку тяжелую, можно потом насыпать вовнутрь песка. И так как мы бутылку обмотаем, будет не видно, что у нас внутри. И, наконец, нам нужен плафон. Вот я купила готовый плафон. Можно взять какой-нибудь старый, со старого абажурчика, со старой лампы какой-то. Так, ну, также крем для рук, как обычно, пинцет, спица, ножницы большие, маленькие. Ну, и ниточки. Можно шпагат отбелинный. У кого что есть, можно джут отбелинный, можно не отбелинный. Кому как больше нравится. Для начала нам надо нашу бутылку обмотать шпагатом или нитками. Я уже тут заготовила, сделала. Обмотку лучше начинать сверху бутылки. И нужно сделать так, чтобы вот все, ну, ниточки были ровненько, хорошо друг дружечки прилегали, чтобы не было щелочек не видно. Донышко вот я не стала обматывать. Вот, бутылка из-под шампанского. Так, теперь нам нужно сделать, значит, соединить наши провода с этим, с патроном. Вот, у меня тут готовый был патрон. У кого нету, можно это все собрать. Вот так же оно все собирается. Обматываем так же втулку. Втулка должна хорошо и плотненько насаживаться на бутылку. Мы ее... Патрон так же должен плотно сюда входить. Вот, для того, чтобы он не выскакивал, мы его посадим на клей, конечно. Можно использовать этот горячий клей с пистолетом, который... Ну, я вот привыкла к своему полимерному. Неудобней и проще. Так же теперь втулку надо на бутылке закрепить. Можем обмазываем клеем. Так, ну, можно проверить. Теперь... Все работает. Ну, вот это была самая легкая часть работы нашей. Ставим туда вход. Все закрепили. Теперь это все должно хорошо у нас высохнуть, закрепиться, чтобы плафончик стоял хорошо, крепко держался. Держался. Так, отставим их в стороны. Теперь займемся деталями для плафона. Для того, чтобы нам правильно рассчитать величину грани, мы замеряем вот обычным сантиметром таким верх плафончика. Замеряем низ плафончика и высоту, какую вам нужно. Ну, я обычно делаю чуть повыше. Вот, допустим, ну, 5 сантиметров, 3 сантиметра выше, чем сам плафон. Для того, чтобы правильно нам рассчитать грани, нужно вот диаметр нижней окружности разделить, ну, допустим, на 5 частей. Если вы хотите, чтобы у вас было 5 граней. Хотите 6, делите, значит, на 6. Также делим верхнюю окружность на одинаковое количество частей. Получается, значит, у меня, вот, допустим, получилась нижняя часть одной грани 17,6 см. Вверх 11 сантиметров. Ну, и высоту мы взяли 23 сантиметра. Рисунок я уже вот подготовила такой. Можно начинать делать. Перед работой и в течение всего времени, пока вы работаете с клеем, руки нужно часто смазывать. Для того, чтобы не бегать их постоянно мыть. Чтобы, когда клей прилипает на руки, смазанный кремом, он легко скатывается. Вот будете вот так делать, ручки. И все, клей будет скатываться. Нитку обязательно тщательно обрабатываем клеем. Если вы делаете из джута, то все ниточки, которые торчат у джута, джут же лохматый, ниточки все приглаживаются. И нитка становится такой ровненькой. Шпагат, конечно, отличается от джута тем, что он гладкий. Но тоже обязательно надо, чтобы нитка была упругой. Тоже нужно обязательно обрабатывать клеем. Не бойтесь. Чем больше клеем, тем лучше. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доклеили грань Теперь даем ей хорошо просохнуть С обратной стороны, с левой, вырезаем и убираем лишний клей, чтобы грань была чистенькая, вот такая. Чистенькая Потом покрываем ее акриловым лаком и вот такая кисточка я обычно Макнула лак и вот так вот все размазываешь все аккуратно все Даем просохнуть опять же с лаком и нам нужно теперь будет вот все наши пять граней посадить, вернее приклеить к ним палочки Берем палочку и замеряем вот от рисунка и примерно вот до сюда У меня есть заготовленные, я их уже обмотала, вот такие палочки и приклеим с той стороны, когда эта грань высохнет Уже готовы, все теперь на готовую грань, сейчас мы приклеим наши шпажки Все пять граней наши уже готовы Теперь можно их соединить Для начала я наверное их ниточками свяжу Примерим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь можно это все садить на клей Теперь приклеим Ниточку затягиваем хорошо, чтобы палочки были хорошо вместе, вот так держались Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом надо склеить все наши грани между собой и приклеить их по краю к самому абажуру Пока наш абажурчик наши грани приклеиваются, подсыхают, мы сделаем на бутылочку украшение Я вот тут приготовила схемку Вот это наверх, чтобы закрыть нам соединение втулки с бутылкой, такое узкое И вот это большое будет сюда на середине, примерно посредине сделаем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok